Всем привет, я Вика и ты смотришь шоу Академия порядочных парней. Такой жанр как пародия до сих пор продолжает набирать обороты и становится все популярнее в России. Ну а пародии на популярные песни выходят чуть ли не каждую неделю и сегодня мы собрали самые годные пародии за последнее время. Ставь лайк, если любишь смотреть видео на ютубе больше, чем ходить в школу. А вы любите арбузы? Ребята с канала Четки Патца любят его, инфа сотка. Иначе, я думаю, они бы не стали посвящать этой ягоде целый клип. А вы в курсе, кстати, что арбуз это ягода, а банан это трава? Так что, если вы хотите почувствовать себя умным, можете рассказать об этих фактах своим друзьям. Ну а пародия ребят на песню панда получилась очень смешной и остроумной. Ребята с канала Ром Фэктори решили сделать новую рубрику на своем канале с пародиями. И могу сказать, что их клип на песню Монеточки получился крутым и интересным. На руку играет внешнее сходство главной участницы проекта с самой певицей Лизой Монеточкой. В пародии ребята обыграли, что было бы, если бы девушке платили за все ее неудачи, которые случаются очень часто. Если бы мне платили за зачет, на котором я несу полнейший бред, я бы шла в Пандоре по плечу, флагом эмирата был бы мой портрет. Если бы мне платили каждый раз, когда я раняю на пол телефон, для меня бы лично Илон Маск разрабатывал самый прочный теслофон. Лично я обожаю слушать пародии голосами политиков на канале Козырный Уголок. В следующем видео можно услышать пародию на песню «Нет монет» в исполнении Дмитрия Медведева. Ну и заценить пародию на панду голосом Ленина. Вопрос только, кто-нибудь вообще до этого знал, как звучал голос Ленина? Нет денег, 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 нет, нет, денег, 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 нет, нет, денег, 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 нет, нет, денег, 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 нет, нет, денег, 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 нет, нет, денег, 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 А вы когда ходите в школу, какое у вас светостроение? У Тани Волговой светостроение черный. Хотя я думаю, она уже закончила школу давным-давно. Простая школьная пародия, показывающая школьный быт и разные ситуации. Я школьный! Цвет настроения черный, потому что мы вернулись в школу. Мы снова в черном стиле, это вернись нам мало потусили. Фраза из пародии Марии Элвис на цвет настроения черный, цвет настроения черный в руках свидетельства, что я приемный. Стала безумно вирусной и даже наши подписчики много писали в комментариях эту строчку. Честно говоря, я против такого чувства юмора, так как не считаю, что дети из детдома заслуживают осмеяния и шуток. Но тем не менее, в целом сам клип получился неплохой. Цвет настроения черный. Черный, ха, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. В руках свидетельство, что я приемный. Очередная двойка. Поможет мне отцовская настойка. У нас тоже недавно вышла пародия. Но у героев клипа цвет получился не черный, а стрёмный. Из-за свалившихся на голову главного героя неудач. У школьника не задался целый день. Одноклассники над ним издевались. Он запачкал белую одежду. Да еще и парикмахер прическу испортил. В общем, посмотреть весь клип можно по ссылке в описании. И узнать, чем же закончился день Акима. Полный грусти, печали и казусных ситуаций. А какая пародия на цвет настроения черный вам понравилась больше всего? Пишите в комментарии. Не так давно в России прошел челлендж «I love it», который зародил Канни Вест и Лилл Памп. Первыми тренд подхватили Филипп Киркоров и Николай Басков. Одевшись смешные костюмы, певцы извинились за клип Ибица. Не уходи, постой, фанатка. Мы заслужили все дизлайки. Не уходи, постой, фанатка. Кому теперь мне петь шарманку? Еще мне понравилось видео с представителями кавказской национальности в челножных сумках. Мне кажется, получилось безумно смешно. Ну а мы выпустили эдакий кавер-пародию на песню «I love it». Многие на нас ругались, что это контент 18+. На самом деле, если вы прочитаете перевод оригинальной песни, вы поймете, почему наша пародия получилась именно такой. Но вообще, если тебе нет 18, я тебя прошу не переходить по ссылке в описании и не смотреть этот шок-контент. Пародия на пародию. Вы такое когда-нибудь видели? Хотя такое в последнее время постоянно. Например, ребята с канала «Четкий пацец» спародировали пародию Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Я не касался писи-козла. Я не касался писи-козла. Ты им походу в стиле не жив. А ты что, трогал? Я думал, что коза. Идиот. Подписчики даже начали задавать вопросы. А когда будет пародия на пародию-пародии? Ты не уходь вид нас, подписчик. Подписчик. Тут ходят интересные слухи. Ты так слухи. Ты заглянный до нас, подписчик. Подписчик. Егла стискетчена. Вертухи. Вертухи. Наша пародия на панду собрала уже более трех миллионов просмотров. Спасибо огромное вам за это. Кстати, а на какую песню вы бы хотели следующую пародию от нас? Пишите в комментарии. А на канале Владоскопа тоже вышла пародия. Похоже, что автор канала вдохновился нашей пародией. И в основу его видео легла душераздирающая история о любви. Надя, покорила меня эта сука Надя. Ну зачем таскал весь год твои тетради? Слышь, пацан, теперь моя девчонка Надя. Если б знал, ты б не таскал ее тетради. На этом все. Напиши в комментарии, какая пародия тебе понравилась больше всего. А также, на какой трек ты бы хотел, чтобы мы сделали следующую пародию. Мы сделаем пародию на тот трек, который больше всего соберет упоминаний в комментариях. Спасибо за просмотр. Ну а с вами, как обычно, была Вика. Увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok